Аргейм Русс. Солдатики. История и мобилизм. Аргейм Русс. Мир пластилиновых солдатиков. Вторая битва греков с татаро-македонской коалицией. После долгого затишки мы возвращаемся в наши детские игры. Вы можете посмотреть очередной фильм из цикла «Мир пластилиновых солдатиков». Рекомендую предварительно ознакомиться с вводными видео на данную тему, чтобы происходящее на экране было вам понятно. Итак, в прошлом видео мы посмотрели, как греки потерпели сокрушительное поражение от объединенного войска татар и македонцев. Теперь, по правилам нашего игрового мира, они лишились возможности получать новые ресурсы, из которых делались доспехи и железное оружие. Мы с братом симпатизировали грекам и решили провести своеобразный матч-реванш и вернуть право на новые ресурсы для греческой армии. Шла усиленная подготовка, и вскоре удалось пополнить ряды греков из последних запасов пластилина отрядом ЛИС, которые мы назвали олимпийцами. Почему именно так? Нам нужно было придумать для отряда название какого-то греческого города. Почему бы не такой? Тогда про греческую историю мы знали критически мало. Интернета не было, а на руках, по сути, был только один учебник истории. На головах у этих воинов мы не стали делать шлемы из пластилина, как практиковали до этого, а просто рисовали пластилиновую полоску. Экономили просто на всем с целью сделать максимум новых бойцов. Когда была эта битва? В летописи про это ничего не сказано. Видимо, это был март 1995 года. Македонцы и татары не успели воспользоваться в правом на получение нового оружия и доспехов. Лишно было выстроить все силы греков для битвы. Эта реконструкция битвы сделана нами спустя лет 10, а то и более с момента реального сражения. Качество видео не на высоте, но позволяет понять, как шел бой. Греки построены в шахматном порядке. Квадраты мы называли легионами. Это, конечно, ошибка. И квадраты в римской боевой линии назывались по-другому. Но мы тогда этого не знали. Буду называть их манипулами, так как это более правильно. Каждый манипул состоял из 8 бойцов. Когда мы стали строить греков для реконструкции битвы, то установили, что схема построения из летописей неверная. Манипул было на 3 больше, то есть в каждом их ряде нужно было добавить еще по одному квадратику. Общая численность войск греков состояла из 170 бойцов. 82 из них представляли тяжелую пехоту в доспехах и вооруженную мечами из жести. Это самое эффективное оружие в нашем игровом мире. Сзади стояло 3 манипула – хиванцев и олимпийцев, общей численностью в 24 воина. Они в той битве не имели доспехов и вооружались деревянными копьями, как и все остальные армии того времени. По своим боевым характеристикам они скорее даже уступали солдатам противника, у которых довольно часто встречались хоть какие-то доспехи или оружие лучше крепилось. На левом фланге стояли 8 спешных греческих всадников. Их кони были трофеями татаро-македонского войска и теперь находились у противников греков. На правом фланге в тылу стояло 7 кавалеристов. Обращу внимание, что их не поставили на фланге, а использовали в качестве подвижного резерва. Спешные всадники стояли специально против вражеских кавалеристов на трофейных конях, причем стояли в тылу. Предполагалось, что греческие пехотинцы постараются убивать только всадников, а коней будут захватывать и передавать в задние ряды войска, где находились спешные кавалеристы. Это позволило бы нам частично восстановить конницу. В центре стояло 19 пластмассовых воинов. На правом фланге промежутки между манипулами первой линии закидали пластилиновыми шариками. Это немного затрудняло движение воинов-рога. Хотя мы и использовали римскую тактику применения построения в шахтном порядке, но они понимали, что в таком виде легионеры шли к месту битвы, а в бою они выстраивали сплошную линию. Нельзя делать разрывы в строю, так как фланговые воины подвергнутся двойной опасности. Но в данной битве шахтное построение имело смысл. Удалось разорвать монолитную стену фаланги македонян и выбить крупных зверей с меньшими потерями, чем в предыдущем битве. Также мы видим, что такое построение стремилось минимизировать потери личного состава в бою. Слабые бойцы отведены в тыл. А всю тяжесть битвы берут на свои плечи тяжело вооруженные бойцы. В резерве у греков было еще 30 воинов рыцарского ордена. Это была двуногая, покрытая доспехами пехоты. Перейдем к татарам и македонянам. Правый фланг – это татары. Под татарами в рамках этой битвы поднимаются уже только пластмассовые войны, а пластилиновые бойцы усиливают македонскую пехоту. Перед татарами стоит македонская кавалерия на своих верблюдах и трофейных греческих конях. Македонцы выставили свою фалангу. Это крупные звери, на груди которых закреплено много копий. На их спинах едет еще и экипаж. Построение в целом правильное. Можно, конечно, было бы из пластилинного ксадника сделать резерв, а в первой волне применять пластмассовую кавалерию татар. Это было бы более эффективно. Но построиться решили таким вот образом. Общее число татар и македонского войска составило 282 бойца. Поле боя ограничено линейками. Нужно помнить, что для ведения боя нужно место для сидения игрокам. Нужно рассчитать так, чтобы ты мог дотянуться до всех воинов, принимающих участие в бою. Сделать еще шире поле боя было из-за этого невозможно. Началась битва. Атака македонской кавалерии. Видны трофейные кони. Обезьяны на верблюде пытаются проскочить в промежуток между манипулами. Воина второго ряда, не обремененным боем, рубанул верблюда по голове. Обезьяна налетела на меч воина из второй линии манипул. Македонская фаланга атакует. Мамонт прошел в брешь между манипулами и получил удар в живот. Жестокая рукопашная битва. Македонская фаланга атакует. Македонский кавалерии. Слон поскользнулся на шариках и упал. Тут же его поразил грек. Фаланга потеряла строй и распалась. Схватка пошла за обладание телами убитых. Трупы создавали на поле боя большие завалы и холмы. Контроль за этими господствующими высотами позволял более эффективно уничтожать врага. Сверху легче наносить удары по слабо защищенным участкам тела воинов. Обычный верх головы и спины не имеют брони. Греки выбили македонян и заняли все господствующие высоты. Контр-атака македонской пехоты. Грекам спешат на помощь резервы. Отчаянная рубка в попытках опрокинуть позиции врага. Македонцы, понеся огромные потери, не смогли отбросить греков с занимаемых позиций. На левом фланге греки понесли большие потери. Более 20 тяжеловооруженных пехотинцев из 32 погибло. Но они отразили атаки татар. Задние манипулы были легко вооружены. Татарская конница стала нести большие потери в бою на трупах и отступила. То есть мы не стали кидать татар в бой с заведомо известным результатом. По нашим правилам, пластмассовая конница наиболее эффективно наносит первый удар, когда идет плотным строем. В трупах строй распадался из-за неровности местности, и сражаться против мечников становилось практически невозможно. Мы их отвели, предлагая грекам снова выйти в чистое поле и принять мощный удар татарской кавалерии. Видя большие потери на левом фланге, брат направил своего фланга кавалерию для стабилизации положения. Мобильный резерв сыграл свою роль. Македоняне и татары откатились от трупов и не могли их эффективно атаковать. Потери были большими. Если татары еще могли провести одну мощную лобовую атаку в чистом поле, то македонцы израсходовали всех мощных бойцов. Была разница в ведении боя у меня и у брата. В моей системе боя бронированные бойцы несли большие потери, чем у брата. Поэтому левый фланг греков, где я вел бой, находился в критическом положении. А на правом фланге греки имели колоссальный перевес сил. Возможно, что часть легковооруженных греков подобрала мечи у убитых товарищей. Атаковать эффективно левый фланг греков не мог, а вот правый фланг вполне. Там сохранилась больше тяжелой пехоты, и македонская пехота без своей фаланги была слабым противником. Греки могли начать атаку на македонцев и не атаковать татар, предлагая им самим лезть на завалы из трупов. Смерть македонян греки могли зажать татарскую пехоту и конницу с двух сторон, атакуя в лоб и по левому флангу. В плохих условиях греки намного легче бы с ними справились. Командуя за обе армии и не ставя их в изначально проигрышной ситуации, мы пришли к состоянию, что греки победят врага в любом случае. Мы приняли решение прекратить бой, и татары с македонцами сдались победителями. Посчитали погибших. Татаро-македонская армия потеряла убитыми 107 воинов. Погибло 33 тяжеловоруженных греческих бойца. Грубо говоря, один к трем. Это первая битва, которая завершилась капитуляцией одной из сторон еще до исчерпания всех возможных способов для продолжения сопротивления. Результатом этой битвы стало подчинение македонян и татар грекам. Все новые ресурсы снова стали поступать грекам. Весь наш игровой мир был разделен на две части. Одна это русские, а другая враги русских. Это были разные народы, которые греки подчиняли своей власти один за другим. Независимыми остались только германцы. Они имели более 200 воинов. До битвы греков с македонянами и татарами мы решили, что тот, кто победит в этом бою, получит в качестве союзники еще и Германию. Греки победили, и теперь они стали лидерами антирусской коалиции. Мир пластилиновых солдатиков окончательно разделился на два лагеря – русские и антирусские коалиции. Следующей битвой должна была стать битва народов, своеобразный Армагеддон, в котором сошлись бы воины всех народов. Это был апогей развития нашего игрового мира. Началась интенсивная подготовка к бою. Но про это будет наш следующий рассказ. Кликай по этим ссылкам и смотри интересные фильмы. Продолжение следует...